всем привет ну вот забрал я свои растения новые тут свыше десяти видов я их уже высадил в аквариум сейчас поподробнее расскажу обо всех итак начнем обзор моих новых растений на передний план я высадил микронтерум монте-карло это вот эти вот маленькие кустики их у меня тут несколько штук наверное штук 6 или даже больше получилось там один пучок идет и его разделил на несколько частей растение мелкая почва покровная не сильно требовательная к содержанию вот но посадка таких растений она как правило затруднительно по идее их надо маленькими пучками сажать с помощью пинцета в грунт ну не знаю я не стал заморачиваться просто разделил на несколько кустов и высадил так по-простому немножко прикопал грунтом их и все вот если они приживутся разрастутся то в принципе из этих кустов получится неплохой ковер растение почвопокровная очень маленькая такое буквально там наверно меньше сантиметра может сантиметр высотой и она расстилается ковром если приживется и разрастется будет очень красивый ковер у меня в аквариуме это первое далее несколько веточек людвигия супер это вот которая по центру такая мелкая и по бокам две веточки людвигия рубин растения схожие с разницей лишь в том что людвигия супер это на более ярко у него более темный такой красный цвет и листики у нее поменьше и стебель тоньше то есть она такая более миниатюрная людвигия рубин у меня раньше жила в аквариуме вот они по бокам я их снова купил в принципе растения неприхотливые что то что другое легко растут и размножаются черенками то есть обрезаем стебель сажаем снова вот в принципе тут по содержанию никаких проблем с ними не должно быть травка будет в основном на заднем плане они длинно стебельные вырастают высокими и будут красиво смотреться на фоне зелени вот как раз это одни из тех красных растений которые я хотел добавить два вида людвигия следующая группа растений тоже красного цвета это у нас ротала батерфля это вот эти вот мелкие справа и слева еще альтернатера рейнека мини альтернатера мини она невысокого роста будет для среднего плана ротала батерфляй мелкие листья у нее тонкий стебель такой она такая пушистенькая тоже красноватого цвета в зависимости от условий у нее цвет и размер листьев могут конечно немного меняться но пока что это будут у меня растения такие для среднего плана вообще в основном я сейчас травку высаживал еще не на сто процентов то есть это временная посадка просто посмотреть как что выглядит в воде как они будут развиваться посмотрим потом со временем конечно я растения буду куда-то еще пересаживать чтобы дизайн был посимпатичнее пока что эта посадка временная вот здесь у нас значит две получается ротала батерфляй справа и альтернатера мини тоже такие бордово-красные растения здесь у нас куст криптокорины вента тропика принципе обычная криптокоринка они в магазинах продаются и их покупал свое время она отличается от обычной более темными листьями тоже такие бордово-зеленые листья содержание неприхотливое растение как и многие криптокорины самое такое простое пока ее посадил сюда на задний план за коряжку ближе к хинодорусу потом посмотрим если она разрастется и будет более высокой может я куда-то дальше на задний план пересажу пока будет здесь расти так криптокорин у меня много поэтому особо даже и сажать то и было некуда ну пока будет здесь вот такой вот вариант криптокорина тропика далее небольшое еще одно растение гиграфила сейчас скажу точно гиграфила пенатифила вот маленькие веточки тут их тоже мне несколько штук я их по дну разбросал вот один из вариантов слева вот это вот маленькая у нее такие узорные листья в принципе по описанию растение достигает высоты 15 там и более сантиметров ну пока что они у меня несколько кустиков очень маленьких буквально там сантиметров до 5 поэтому я их пока по переднему плану высадил если они будут со временем разрастаться и хорошо пойдут в рост то я буду пересаживать естественно куда-то на задний план а так растение тоже имеет темно-зеленые листья то есть таким бордовым оттенком зависимости видимо от освещения от условий в данном случае они у меня пока такие зеленоватые бордового там особо нету них но посмотрим со временем может быть она разрастется и цвет поменяет вот такой вариант в правом углу аквариума я высадил сейчас пока прозерпинак прозерпинак вот он справа который такая елочка он имеет немножко такие тоже бордовые листья очень красиво выглядит растение длинностебельное но пока что его высадил сюда так как особо места ему не нашел может быть куда-то потом пересажу когда он подрастет главное чтобы он прижился в прошлый раз когда я прозерпинак высаживал свой старый аквариум он как-то у меня не прижился листья все поотпадывали был такой весь темный такой тощий ну в общем как-то он не прижился посмотрим надеюсь с этим будет попроще все-таки здесь аквариум новые условия получше грунт лучше ну и в целом вообще подпитка есть дополнительные из удобрений вот ну и раз уж в этом углу видно сразу же новое другое растение это мох на коряге вот он мог значит называется феникс он довольно интересный у него такие мелкие листики сейчас его приближу маленько вот такой вот он я его попробовал прирастить коряжки посмотрим что из этого получится довольно пушистый такой выглядит неплохо но как-то доверие не внушает не знаю мне кажется он может плохо прижиться не знаю какой-то он хиленький такой с виду ну будем надеяться что приживется и будет очень красиво смотреться на коряги в конце видео я обязательно прикреплю фотографии этих растений в том виде в каком они в интернете можно их найти как они выглядят то есть их так скажем эталонные фотографии как они должны быть как они должны выглядеть и посмотрим что из этого потом получится можно будет сравнить что у меня выросло из них ну наверное через месяцок или как минимум ну да как минимум через месяц а может быть даже через два вот такой вот вариант здесь у нас мог феникс и прозерпинак там дальше еще веточка к бомбы он за ним но они у меня и так были до этого и ниже здесь еще вот она гиграфила вот это маленькие веточки будут разрастаться идем далее в правом углу аквариума я высадил сейчас пока прозерпинак прозерпинак вот он справа который такая елочка он имеет немножко такие тоже бордовые листья очень красиво выглядит растение длинностебельное ну пока что его высадил сюда так как особо места ему не нашел может быть куда-то потом пересажу когда он подрастет главное чтобы он прижился в прошлый раз когда я прозерпинак высаживал свой старый аквариум он как-то у меня не прижился листья все поотпадывали был такой весь темный такой тощий ну в общем как-то он не прижился посмотрим надеюсь с этим будет попроще все-таки здесь аквариум новые условия получше грунт лучше ну и в целом вообще подпитка есть дополнительные из удобрений вот ну и раз уж в этом углу видно сразу же новое другое растение это мох на коряге вот он мог значит называется феникс он довольно интересный у него такие мелкие листики час его приближу маленько вот такой вот он я его попробовал прирастить коряжки посмотрим что из этого получится довольно пушистый такой выглядит неплохо но как-то доверие не внушает не знаю мне кажется он может плохо прижиться не знаю какой то он хиленький такой с виду ну будем надеяться что приживется и будет очень красиво смотреться на коряги в конце видео я обязательно прикреплю фотографии этих растений в том виде в каком они в интернете можно их найти как они выглядят то есть их так скажем эталонные фотографии как они должны быть как они должны выглядеть и посмотрим что из этого потом получится можно будет сравнить что у меня выросло из них ну наверное через месяцок или как минимум ну да как минимум через месяц а может быть даже через два вот такой вот вариант здесь у нас мог феникс и прозерпинак там дальше еще веточка кабомбы он за ним но они у меня и так были до этого и ниже здесь еще вот она гиграфила вот это маленькие веточки будут разрастаться идем далее тут слева от коряги мы видим у нас перисталистник мадагаскарский в принципе похож на кабомбу содержание тоже довольно простой пушистая такая травка длинно стебельная разрастается довольно быстро высокий и будет хорошим растением для заднего плана ну пока что он у меня здесь в углу растет слева у стенки посмотрим как приживется разрастется потом новые веточки или может быть его самого я буду переносить на задний план где-нибудь там недалеко от кабомбы будет создавать такие пушистые заросли вот такой вот вариант перисталистник мадагаскарский идем дальше еще одно интересное растение здесь вот слева от людвиги вот он такой вот называется дидипсис диандра он имеет такие бордовые зеленые листья но не бордово коричнево наверное зеленые листья пушистое растение растет там на такой для среднего плана не сильно высокая в росте и формирует такой пушистый кустик ну типа например как вот как кабомба что ли как перисталистник такими пучками размножается черенками вот посмотрим как приживется тоже растение довольно интересное узкие листья выглядит как елочка такая пушистая неплохо смотрится пока его на средний план посадил может быть он там и останется потому что по описанию вроде как оно должно быть не сильно высоким я даже название это толком не запомнил надо записать сейчас еще расскажу дидипсис диандра ну вроде как это он это растение мне положили бонусом поэтому его название я смог найти в интернете вот так вот чисто визуально такая вот интересная травка идем дальше тут вот по центру мы видим лобелию кардинальскую растение средней высоты отлично подойдет как для переднего так и для среднего плана разрастается такими пушистыми пучками не крупные листья яркий зеленый цвет такой более салатовый наверное даже но такое более блеклое что ли по сравнению с обычным зеленым ну такой короче светлая как салат вот как листья салата примерно может чуть потемнее выглядит довольно симпатично листики не крупные разрастается тоже таким красивым пучком тернеция тут приплыла давай иди отсюда мы растение снимаем вот называется значит она лобелия кардинальская тоже не требовательная особо к условиям думаю приживется будет красивый кустик у меня потом его куда-нибудь пересажу где это будет необходимо в зависимости опять же от его конечной высоты как это растение разрастется ну и самое интересное на мой взгляд и из этой всей коллекции растения пагестимон хиллфери вот этот вот маленький кустик вот этот растение для переднего среднего плана я думал он будет больше по фотографиям ну может это просто кустик у меня маленький такой не знаю посмотрим по идее он должен еще подрасти конечно раза в два ну по описанию растение не сильно высокая такое пушистые имеет такие вот листочки очень интересной формы отлично подойдет на передний и на средний план аквариума тоже разрастается расползается по дну создает такой ну что-то типа ковра раз он низкорослый вот жалко что я взял всего лишь одну веточку я думал он будет крупнее ну посмотрим если приживется и все будет нормально я думаю еще несколько штук купите по аквариуму рассадить потому что выглядит очень симпатично такой вот он мелкий волнистые листики у него довольно интересно смотрится вот но в принципе а еще еще одно растение сейчас о нем расскажу вот такая вот плавающая травка называется на сальвине ушастая мелкие такие розеточки очень много там их на кустике растет похоже на пистью тоже только более мелкая такие вот у нее корешки темного цвета пушистые более таких густые чем у писти и по цвету темные само растение мелкая по площади в этом и плюс собственно почему я его и взял листики более маленькие не так будут затенять пространство аквариума как пистья пистья когда разрастается конечно снизу смотрится красиво там корни такие пушистые все но очень сильно затеняют аквариум они потому что листья крупные а вот у этой листочки мелкие и она такими вот соцветиями пушистыми разрастается посмотрим я думаю будет неплохо главное чтобы она прижилась и разрослась если будет все хорошо то я пистью наверное даже и уберу потом из аквариума ну вот собственно и все вроде бы ничего не забыл все растения показал рассказал что у меня нового появилось если что-то забыл ну может потом добавлю в дальнейших видео так вроде бы обо всех рассказал может быть где-то я немножко спутал название вполне возможно потому что есть схожие виды и плюс я когда заказывал у меня там конечно список есть я в интернете их все нашел ну вроде как бы все верно если что-то не так назвал поправьте меня в комментариях будет это очень полезно и для меня в том числе чтобы знать что я там накупил а так свыше десяти видов тут получилось насколько я считал есть и мох и почвопокровка и для заднего плана и для среднего очень интересные варианты самое главное добавил несколько видов красной травки которые очень хорошо разбавила сейчас дизайн аквариума уже даже сейчас вот он выглядит таким более живым ярким очень хорошо по посадке да еще раз повторюсь растения пока высажены в таком хаотичном порядке их примерно конечно раскидал туда куда хочу но скорее всего со временем буду еще это все пересаживать чтобы получился более гармоничный план как задний так и средний потому что растение я еще не знаю до какой они высоты в основном будут расти длинностебельные то понятно там вроде как а основная часть растений для среднего плана и неизвестно какой высоты они будут кого они будут собой закрывать и в зависимости от этого я буду их уже пересаживать но на это я думаю потребуется несколько месяцев потому что аквариум новый травка новая грунт еще можно сказать пустой там нет никакого гумуса никаких питательных веществ да там есть удобрения но этого мало все-таки в новом аквариуме травка иногда бывает не сразу хорошо приживается и разрастается потому что питательных веществ маловато вот можете заметить что у меня там справа он плавает стайка радостомусов их я все-таки себе купил думал неонок взять но что-то неонки как-то посмотрел магазине надоели они уже у всех эти неонки кучами решил я радостомосика взять купил восемь штук это не такие яркие довольно активные всегда держатся стаи очень красиво смотрятся в аквариуме если честно мне нравятся как-то поинтереснее чем неонки как мне кажется а так по рыбам особо ничего нового нет добавил еще одну черную малинезию самочку сейчас у меня там получается две черных малинезии самки один самец они взрослые уже может что-то там какое-то потомство от них будет ну в общем аквариуме конечно я понимаю что вряд ли они мальки выживут ну а вдруг травы довольно много есть где прятаться перестолистник пока у меня наверху там будет плавать если все нормально может и расплодятся малинезии черные черные рыбки смотрятся неплохо в светлом аквариуме они контрастные такие яркие в этом плане потом найду парочку черных скалярий пока вот еще не встретил был еще в нескольких магазинах но что-то как-то не было того что я хочу вот раньше у меня жили прям черные такие вот как малинезии черные без всяких там вкраплений очень красиво смотрятся такие треугольники вот пока таких не нашел но всему свое время а так прирастил на корягу до этого я она биасов пару кустиков маленьких и сейчас вот этот мох новый пока он выглядит не очень хорошо надеюсь приживется разрастется будет поинтереснее а так по фотографиям этот мог прям он такой пушист ярко зеленый классно выглядит намного интереснее чем обычные мхи ну в целом вот такой вот аквариум сейчас довольно много растений прибавилось тут вообще сейчас у меня наверно порядка ну видов штук 20 мне кажется растений если все пересчитать прям по видам я уже даже название не все вспомнил уже их забыл эти названия половину которую который сейчас рассказывал в общем растения необычные многие новые для меня ну я вот делаю ставку на погистимон вот этот маленький кустик я думаю будет прям шикарно смотреться когда он разрастется и когда будет ковром покрывать дно или часть дна будет очень классно выглядеть ну и будем надеяться что микрон термом вот этот мелкий на переднем плане все-таки приживется и ковер создаст но если нет будем погистимоны высаживать или может что-то еще такое почвопокровное попробуют с почвопокровкой всегда сложно без co2 и без мощного освещения она к сожалению зачастую плохо приживается и плохо растет была у меня гласо стигма поначалу все шло хорошо начала расстилаться но потом как-то погибло вот ну посмотрим аквариум новый так что я думаю будет здесь попроще растениям все-таки такой вот сейчас вид ну что всем пока до новых встреч пишите в комментариях если где-то ошибся по названием растений и что может быть еще добавить такого интересного необычного не хочется сажать простую травку которая везде вот у всех хочется что-то действительно для травника интересное красивое необычное также и с рыбами ну с рыбами пока у меня понятно ничего необычного нету все стандартно но со временем я завиду кого-нибудь поинтереснее еще вот с растениями однозначно надо что-то редкое высаживать но к сожалению редкие растения не сложны содержание в этом плане co2 оставить не хочу освещение по яркости мне пока хватает увеличивать интенсивность света я вряд ли буду спектр холодный белый мне тоже все нравится водичка стала кстати светлее уже это большой плюс и сейчас все смотрится намного ярче и рыбки и травка так что со светом принципе наверно пока оставлю вот ну посмотрим как это все приживется надеюсь все будет хорошо это только начало будем следить ну что в общем всем пока до новых встреч подписывайтесь на канал те кто смотрит на ю тубе переходите по ссылочке внизу на мой канал на дзене там больше информации ну те кто смотрит на цене оставайтесь на канале ставьте лайки всем до новых встреч пока спасибо за субтитры сделал DimaTorzok спасибо за просмотр спасибо за просмотр спасибо за просмотр